Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить бисквит самым простым и самым удачным способом. Для этого нам понадобятся яйца, сахар, мука и, по желанию, ванильный сахар. В этом рецепте я не буду разделять белки от желтков. Всё взбивается вместе, яйца с сахаром. Не нужно никаких заморочек. Благодаря тому, что мы будем выпекать у мультиварки, у вас всегда получится хороший пышный бисквит. Начинаем взбивать мы на средней скорости, а когда масса начинает пилить, постепенно увеличиваем обороты. И взбиваем до тех пор, пока масса не увеличится в 2,5-3 раза. Сахар уже полностью растворился. У нас получилась вот такая вот воздушная масса. Теперь мы будем постепенно добавлять муку. Муку нужно вводить понемножку и обязательно перемешивать вручную. Не миксером, не блендером. Движения вот такие вот снизу вверх, не спеша, чтобы не разбить структуру белка. Забыла сказать, сахар и муку мы берём из расчёта 1 столовая ложка с горкой, большая горка, на 1 яйцо. Так как у меня было 8 яиц, получилось 8 ложек сахара, 8 ложек муки. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всё, мы вмешали уже всю нашу муку. Теперь будем переливать тесто в чашу мультиварки. Напоминаю, если вы выпекаете бисквит в мультиварке, то чашу нужно обязательно смазать низ и бока сливочным маслом. Это поможет тесту хорошо подниматься. Но если вы будете выпекать бисквит в духовке, то форму ни в коем случае нельзя смазывать бока. Посмотрите, какая текстура теста. По этому же рецепту можно выпекать шоколадный бисквит. Для этого просто нужно какую-то часть муки заменить на какао. Допустим, вы ложите 3 ложки какао, значит вы убираете 3 ложки муки. Включаем нашу мультиварочку в режиме выпечка на 1 час и ждём, когда испечётся наш бисквит. Когда закончится режим выпечки, подождём ещё 10 минут в режиме подогрева, затем выключаем мультиварку и даём нашему бисквиту остыть минут 10 при открытой крышке. За это время он как раз отстанет от стеночек и нам будет легко его вынуть из чаши мультиварки. Наш бисквит уже подостыл. Вот смотрите, как он хорошо отошёл от стеночек. Теперь мы легко сможем вынуть его из нашей чаши. Вынимать мы будем с помощью корзинки для готовки на пару. Вот такой вот бисквит у нас получился. Как видите, вышел он очень легко. Теперь мы дадим ему полностью остыть и отдохнуть. Где-то часиков 6, а лучше сутки. И тогда будем его разрезать. Посмотрите, какой пышный и толстый получился у нас бисквит. Он очень мягенький. Высота нашего бисквита 9 сантиметров. Можно будет разделить на 3 коржа и сделать какой-нибудь тортик. Прошло 12 часов. Наш бисквит отдохнул. Смотрите, какой он мягенький. Теперь его можно разрезать на коржи. Смотрите, какой он мягенький, пористый. Видите, насколько гибкий он. Вот я его сгибаю и нигде ничего не ломается. Видите, какие замечательные коржи. Бисквит отлично режется, не крошится. Теперь вы можете его пропитать каким-нибудь сиропом или вареньем и перемазать любимым кремом. Попробуйте бисквит по моему рецепту. Думаю, ваши близкие останутся довольными. Готовьте вместе со мной. Радуйте близких. Всем пока!